Здравствуйте! В эфире программа «Протоколы». С вами я, ее ведущий, Эдуард Прокопьев. Смотрите в этом выпуске. Ущерба 90 миллионов рублей. Главные фигуранты дела от Атфандбанки арестованы. При подписании документов не присутствовал, деньгами не завладевал. Ножевые ранения и мгновенная смерть, за что казанские нацисты убили темнокожего студента. Один из них в 2013 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 30 уголовных дел более двух десятков человек под следствием. Итоги работы наркоконтроля в этом году. Говорить об этом не просто необходимо и нужно школам, не только путем лекций и бесед. Сотни вкладчиков лишились своих денег в результате краха Атфандбанка. Пока правительство республики пытается урегулировать ситуацию, перед судом предстали главные фигуранты дела. Помимо бывшего руководителя банка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина под стражу заключены начальник управления активных операций и руководитель отдела клиентского сервиса, а также директор ТФБ «Финанс». Путем обман из-за управления доверием вкладчиков Паута Фондбанк, введя последнее заблуждение относительно риска китоходности вкладов, ощущение хищения средств более 100 вкладчиков, хранящихся на вкладах Паута Фондбанк, способом их перевода под видом доверительного управления ВОО «Финанс». Общую сумму, которая составляет более 90 миллионов рублей. Вот, для чего распределись указанным средством по стремной осмотрению. Адвокаты настаивают на невиновности своих подопечных и говорят о необоснованности ареста. С потерпевшим он никогда не встречался, никакой ложной информации не давал, при подписании документов не присутствовал, деньгами не завладевал, на деньги куплены облигации, банк рухнул. А что сейчас с облигациями, неизвестно. Потерпевший находится в таком же положении, как и вкладчики банка. А это заместитель председателя правления Татфондбанка, которого обвиняют в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ТФБ «Финанс». Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Причиненный потерпевшим ущерб по предварительным подсчетам оценивается в сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ТФБ «Финанс». В то же время обманутые вкладчики пытаются вернуть свои средства. 13 марта на встрече с инициативной группой вкладчиков Татфондбанка премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков сообщил, что продолжается выплата страховых возмещений пострадавшим вкладчикам. На сегодняшний день мы подвели итоги. Уже в ТФБ выплачено более чем 142 тысячи вкладчиков на сумму более 43 миллиардов рублей. Создать рабочую группу, куда включить членов кабинета министров Республики Татарстан, представителей прокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральной наукой службы и членов правления Союза пострадавших. 21 марта на очередном заседании Госсовета Республики Татарстан премьер-министр выступил с отчетным докладом по итогам 2016 года. Тема Татфондбанка также была затронута. Например, в той сложной ситуации, которая была в августе 2014 года, а оно уже было понятно, что ситуация в банке сложная, нужно ли было идти в банк для того, чтобы пытаться его спасти, или лучше его бросить и сказать, пусть он умирает, зато мне не будут потом в 2017 году на отчете задавать этот вопрос. Считаю, нет, и сегодня, и завтра, и в будущем правительство не имеет права устраняться от проблемных позиций, которые есть. То, что она была проблемной, безусловно, было понятно с первых дней. Но тоже возникают вопросы. Для субъектов малого и среднего бизнеса, чьи счета были не застрахованы, предусмотрены специальные микрозаймы по республиканской программе до 3 миллионов рублей под 5% годовых. Одобрено к выдаче уже более 500 миллионов. В этом месяце в Татарстане раскрыто резонансное преступление. Задержаны подозреваемые в убийстве студента университета из республики Чад. Задержанные уже дали признательные показания. Все подробности прямо сейчас. Одному из фигурантов дело 19 лет, второму 22 года. По их словам, они являются приезженцами идеологии национал-социализма. Именно это толкнуло молодых людей на убийство молодого человека из республики Чад. Студента Казанского федерального университета. Ему было 24 года. Подкараулев жертву, нацисты нанесли ему множество ударов ножом и молотком. Иностранец скончался на месте. К поиску преступников подключились все следственные органы. А президент Татарстана пообещал вознаграждение в полтора миллиона рублей за информацию об их местонахождении. Архипов и Халилов обвиняются по пунктам Ж.Л. части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам расовой ненависти и вражды. Они полностью признали вину. Как выяснилось, в их послужном списке уже есть подобные подвиги. Оба фигуранта уголовного дела уже привлекались к уголовной ответственности. Один из них в 2013 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Второй также в 2013 году был признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды за размещение на своей странице в популярной соцсети экстремистских материалов. Оба подозреваемых подчеркивают, что не раскаиваются в содеянном. Один из фигурантов дела также заявил, что он сознательно пошел на преступление и планировал его совершить по-другому. Он собирался приобрести пистолет и пойти в торговый центр Казани, где планировал напасть на всех приезжих с небелым цветом кожи. Также они признали в совершении еще двух преступлений. В декабре прошлого года они напали на 40-летнего уроженца Киргизии, а в феврале этого года брызнули из перцового баллончика в глаза 50-летнему уроженцу Афганистана и несколько раз ударили его железным предметом по голове. По данным фактам, Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье «Хулиганство», совершенные группой лиц по предварительному сговору. Расследование уголовных дел продолжается. На заседании антинаркотической комиссии обсудили вопрос распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также вопросы профилактики и пагубного пристрастия. Как помогает бороться с наркозависимостью альмическое сообщество «Анонимные наркоманы» и каковы итоги работы наркоконтроля за два месяца этого года? Об этом прямо сейчас. Ситуация в городе и районе стабильная, хотя простой ее не назовешь, отметили представители отдела полиции. Обусловлена она появлением новых видов психоактивных веществ. В 80% случаев наркотические средства на территории Республики Татарстан распространяются через интернет-магазины. Электронные платежи, закладки, тайники – этот способ наиболее безопасен для наркодилеров. Неудивительно, что все чаще организаторами наркозбыта оказываются молодые люди и даже подростки, которые в виртуальной реальности чувствуют себя, как рыба в воде. Говорить об этом не просто необходимо и нужно школу, не только путем лекций и бесед, а особенно начиная с группы так называемого риска, которая есть, я думаю, почти в каждой школе. Само собой, начинать именно надо с них, ну и говорить в общем, ребятам, так, чтобы было доходчиво и понятно. Сотрудниками отдела наркоконтроля МВД по Альметьевскому району за два месяца текущего года было выявлено 36 преступлений, одно из которых связано со сбытом наркотиков. Всего в суд направлено 30 уголовных дел, а к уголовной ответственности привлечено 25 человек. Напомним, что согласно 228 статье Уголовного кодекса за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств подсудимым грозит до трех лет лишения свободы. Также тюремный срок грозит за незаконное производство и сбыт наркотиков, их контрабанду, склонение к употреблению, незаконное культивирование определенных растений, а также содержание и организацию наркопритонов. С этим сотрудниками наркоотдела ведется теленаправленная работа по выявлению лиц, употребляющих, распространяющих наркотические средства среди молодежи, в том числе учащихся в учебных заведениях. Наркологической обстановке в районе рассказала главная врач Альметьевского наркодиспансера «Сирень Халиков». Сегодня на профилактическом учете с диагнозом «Пагубное употребление наркотических веществ» состоят 678 человек. В основном это граждане от 30 до 40 лет. Работа по выявлению наркозависимых будет продолжена и в этом году. Специально для этого в Альметьевский наркологический диспансер уже поступила партия тестов. На сегодня тоже получены тесты. Начинается новая программа, тоже 4000 человек будут осмотрены. Тесты, как бы Игорь мне сказал, здесь в основном там включаются, конечно, стандартные виды наркотических веществ. Там отсутствуют, конечно, тест-системы на новые виды наркотических веществ. Это и нереально придумать, так скажем. Это только в условиях лаборатории, наверное, получится у нас выявлять и определять. Отметим также, что лиц, употребляющих наркотики, также ждет наказание. Согласно статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях, потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. На этом у нас все. С вами был Эдуард Прокопьев. До встречи ровно через две недели.